Друзья, многие школы сейчас выстраивают дистанционное обучение, отталкиваясь от контролирующей функции учителя. Задача учителя – проконтролировать и сделать так, чтобы ученик выполнил работу, обязательно сделал задание. А ученик – это не тот, кто обучается, это не тот, кто развивается, это тот, кого нужно как-то внешне подтолкнуть, чтобы определенная работа к определенному сроку была сделана. И поэтому работа выстраивается так, что каждый день ученик по разным учебным предметам получает в электронный журнал задание. Определенный срок, как правило, это срок сегодня вечер, ставится, и необходимо сфотографировать ту работу, которую ты выполнил. Например, ты решал примеры, я не знаю, заполнял в рабочей тетради пропуски, что-то еще, и отправить эту работу учителю. Это, друзья, не дистанционная учебная работа, это дистанционное выполнение заданий. Здесь отсутствует ключевое слово – обучение. Нам важно отталкиваться не от мысли, как нам заставить нашего ученика сделать это задание, как подумать, чтобы они не списали, как мне его проконтролировать и так далее. Нам надо думать о том, как нам его научить, чему мы хотим его научить, что он должен будет уметь, например, через три дня. Вот сегодня он этого еще не умеет, а через три дня он это уметь будет. На фотографирование работ и отсыланию их учителю мы с вами можем продержаться на дистанционной работе, но, может быть, неделю. Но, друзья, если наш карантин затянется, мы утонем в их фотографиях. Мы что с ними будем делать? Вы не успеете даже на улицу выйти воздухом немножко подышать, потому что вы будете проверять их работы. Неразборчивый почерк, эти бесконечные фотографии, отсылать им письма назад. Не надо этого делать. Спасите себя от этого. Надо менять подход, педагогический подход. Надо выбирать другие инструменты, цифровые инструменты. Себе, друзья, оставляем самую ценную и важную функцию – обратную связь. Только вы можете помочь вашему ученику разобраться в этой учебной теме. У него есть вопросы, ему необходима помощь. И здесь ваша обратная связь, ваши ответы на его вопросы невероятно ценны. Выстраивайте коммуникацию с вашими учениками, потому что ваше взаимодействие с ним – это самое важное в учебном процессе. А самопроверка пусть осуществляется или проверка пусть осуществляется через интерактивные учебные материалы. Пересмотрите подход к выставлению отметки. Ученик не может каждый день по каждому предмету получать отметку. Не важно, сделал, не сделал, сделал правильно, сделал неправильно. Он не может за каждый предмет каждый день получать эти отметки, потому что здесь возникает логичный вопрос. А когда учиться, если я каждый раз получаю отметку за это? Если я учусь, я не понимаю, я ошибаюсь, я задаю вопросы, я снова не понимаю, я снова ошибаюсь. Это и есть учение. Мы по-другому не учимся, мы только так обучаемся. А если мне ставится задание, я не понимаю, у меня стресс, спросить не у кого. Ты отправляешь работу, сделанную, как я понял, и за это еще получаешь отметку. Разве это учебный процесс? Нет. Не научатся так наши ученики. Друзья, мы учимся, 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 учимся. И ученики знают, что в определенный момент будет работа, за которой они получат отметку. И к этой работе они должны быть подготовлены. Как они подготовятся? При помощи ваших учебных материалов и при помощи вашей обратной связи. Сладотворной учебно-дистанционной работы, друзья, мы точно с этим справимся. Это огромный вызов для нас. И я понимаю, как чувствует себя сейчас каждый учитель. Я понимаю, как нам тяжело. Но, друзья, мы за счет этой работы сейчас и свои цифровые компетенции подтянем, и педагогическое мастерство разовьем, и коммуникацию с нашими учениками выстроим. Видимо, просто другой возможности вырвать нас из нашей рутины просто не было. А теперь у нас нет выбора. Радуемся, друзья, и благодарим. Это положительные изменения. Через тернии к звездам.